МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Судебного следователя в Самарский округ. И в декабре 1877-го, только что женившись, приехал в Самарскую губернию, в село Старый Буян, где и прожил почти 4 года до моего перевода в Самару. Будь что будет, тот самый Анинков. Неужели Ботанин? Окно мое замерзло, и в комнатке темно, испытывает грозно судьба меня давно. В 1880-м я в числе трех кандидатов от Самарского округа был утвержден в должности судебного следователя. В 1881-м меня перевели в Самару. А поскольку, живя в селе, мы часто наезжали в город, то, поселившись в Самаре, я быстро сделался здесь своим человеком. Надо сказать, что именно в эти годы Самара довольно скоро стала превращаться из небольшого уездного городка в крупный торговый и промышленный центр. Удобное расположение на Волге, а также постройка железной дороги. Сделали ее транзитным пунктом, соединявшим Европу с Сибирью и со Средней Азией. Так что скоро Самару стали называть американским городом. Нигде в это время не было столько миллионеров, как в Самаре. Но были эти миллионеры довольно типичные. Тот же Шахабалов, о котором знала, пожалуй, вся Россия, владел сотнями тысяч десятин земли, но был при этом сказочным скрягой. Приказчики, чтобы убедить его в своей бережливости, готовили ему обед из тухлого мяса. И это ему очень нравилось. Старик Шахабалов занимал роскошную квартиру, чуть ли не в 20 комнат, но сам при этом помещался в маленькой комнатке, выходившей окнами во двор. А его молодая жена, на которой он женился после смерти первой супруги, уже стариком, спала едва ли не в прихожей. Парадные же комнаты сохранялись для особо торжественных случаев и посещений губернатора. Мои личные хорошие отношения с судом, прокуратурой и товарищами давали мне возможность все свободное время посвящать общественным делам. Поэтому мы с женой участвовали во всех просветительно-культурных учреждениях и мероприятиях, которые устраивались в это время в городе. А наш дом всегда был открыт гостям. Самара Она снилась ему во сне Самарские дворы, Самарские улочки Самарцы, которых он знал когда-то И с которыми Говорил и теперь Во сне и наяву Дорогой Александр Александрович Я очень обрадовался вашему письму Читая его, я весь перенес в прошлое И на меня нахлынули воспоминания О славных восьмидесятых, девяностых и девятисотых годах Теперь все это позади А что впереди сказать трудно Часто вспоминаю это время Очень часто думаю о вас И не только с общими знакомыми говорю о вас Вы занимаете довольно большое место в моих мемуарах Большие отрывки из которых напечатаны в газете, издающейся в Нью-Йорке А здесь небольшие отрывки напечатаны в только что вышедшем новом журнале Летопись революции Алексей Максимович, являющийся одним из редакторов этого журнала Горячо рекомендовал мои мемуары издателю Но ввиду кризиса в издательстве Отдельное издание мемуаров отложено Я ничуть не волнуюсь Меня это не беспокоит Я тоже сделался автолистом И того же мнения Будь что будет Все равно Наш дом в Самаре был чуть ли не единственным домом Где запросто бывали люди самых разных политических взглядов и всевозможных направлений Сыльные сотрудники газет, недоучившиеся студенты Центром многих вечеров был председатель Самарского окружного суда Владимир Иванович Аненков Владимир Иванович был весьма незаурядным человеком Его отца сослали по делу декабристов на каторгу А невеста отца, француженка Полина Гебель По особому разрешению Николая I последовала за ним в Сибирь Где они и обвенчались После 12-летней каторги отец Аненкова поселился с семьей в Тобольске Где наш председатель окончил гимназию Много позже, живя уже кажется в Нижнем Владимир Иванович пошутил По поводу особо нежного отношения царей к их семье Едва не поплатился за свою шутку Выслушав рассказ высокопоставленного чиновника О приеме Александром II И о том, как царь крепко жал ему руку Аненков задумчиво произнес Да, Романовы крепко жмут Будучи председателем суда Аненков мог увлечься настолько Что напрочь забывал свою роль Так, однажды во время процесса над бродягой Он стал доказывать подсудимому Что если бы он пошел другой дорогой Ему было бы гораздо удобнее выбраться из Сибири Подсудимый тоже забыл свою роль Стал спорить с ним Но потом, устав, решил уступить И сказал Ну вот что, ваше превосходительство Мне еще много придется побегать в жизни И в следующий раз Я обязательно воспользуюсь вашими указаниями И снова Самара Та самая Самара, с которой столько связано Самара, где он уже никогда не будет Самара, с которой он никогда не сможет расстаться После кончины Екатерины Владимировны Я ко многому стал равнодушен Мне кажется смешным все то, что раньше меня волновало Работаю много по общественным делам Кладу заплаточки Стараюсь забыть себя Но ничто не помогает На днях я провел вечер в семье Чириковых Его самого здесь нет, он в Праге Мы много говорили о вас О покойной незабвенной Зиночке, о позернах Вспоминали наши вечера, ассамблеи Всеми было высказано страстное желание Видеть вас среди нас Будет ли это? На наших вечерах, или как их в шутку называли Ассамблеях, бывало от 150 до 200 человек Устраивались они по самым разным поводам Так как квартира была небольшая Столы и кровати выносили в другие комнаты А из соседних домов приносили стулья Дверь в коридор не запирали Так как везде были люди Иногда на этих вечерах разгорались жаркие баталии Так как многие гости были рьяными спорщиками А другие любили их слушать Среди этих последних был и начинающий тогда писатель Максим Горький Познакомившийся у нас с молоденькой девушкой Только что окончившей гимназию Екатериной Павловной Волжиной Вскоре ставшей его женой Здесь бывал Румянцев Впоследствии редактор петербургского журнала Вестник жизни Бывали Шлихтер и Елизаров Ставший потом комиссарами советского правительства Захаживал и Ульянов Служивший помощником присяжного поверенного У человека кристальной чистоты и честности Андрея Николаевича Хардина Каждый вечер на наших ассамблеях был свой гвоздь Это мог быть исследователь Раскола Пругавин Или известный сектант Зосима Широв Или путешественник Потанин Приезжавший в Самару раз в 2-3 года К брату жены, протеиерею Лавровскому Потанин был небольшого роста Все лицо его заросло волосами Из-под которых смотрели умные глаза Говорил он тихо, медленно И когда рассказывал о своих путешествиях на Гималайи Казалось, уносился отсюда куда-то далеко В другой мир Споров он не любил И только изредка вставлял в них какое-нибудь осторожное слово Это было десятки лет назад Но все это повторяется для него и сегодня Каждую ночь едва только он закроет глаза Я понимаю вас, дорогой Александр Александрович Понимаю ваше горе И мне больно за судьбу, которая так несправедливо наносит вам Такие тяжкие удары Как идет ваша адвокатура Что все самарские друзья знакомые Живы ли Христофор Вуколович и Ольга Михайловна Живы, помню, гулявшего по дворянской улице Христофора Вуколовича в цилиндре Если помните, в Самаре были два цилиндра Его и Кирика Николаевича Воронова Помните его? Ведь он тоже был не шаблонный, не заурядный Обнимаю вас, дорогой Александр Александрович Ваше письмо доставило мне великое удовольствие Из-за эгоизма желаю почаще получать от вас такие письма Веселый праведник, самарский доктор Гаас Как только не называли знакомые его Якова Львовича Тейтеля Судебного следователя Тейтеля Который теперь в середине 20-х жил в Берлине Где и писал свои воспоминания о Самаре и о самарских знакомых Из Самары Тейтель уехал в 1904 году в Саратов Будучи назначенным членом уголовной палаты Саратовского окружного суда Говорят, когда он уезжал на железнодорожном вокзале Его собрался провожать едва ли не весь город Так он был популярен среди самарцев Ценивших его открытость и радушие Когда началась гражданская Тейтель оказался в Киеве А в 21-м перебрался в Берлин Где возглавил созданный им союз русских евреев в Германии А также организацию помощи детям беженцев и детский дом В 1930 году получивший его имя Когда к власти в Германии пришли нацисты Тейтель перебрался в Париж Где продолжал возглавлять созданный им союз А когда его закрыли Создал комитет помощи русским евреям в Германии Там же, в Париже, в середине двадцатых Увидели свет и написанные им мемуары Из моей жизни за сорок лет Покорно все приемлю Хоть тяжко, но и грудь Я горней вести внемлю По звездам правлю путь С вами был Михаил Перепелкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова